Ребят, всем привет! Вы на канале Рабочая Молодежь и сегодня я вам расскажу, как делаю такой декор для своего участка своими руками. Усаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра! Наверное, у каждого есть такая куча дров, куда невольно попадает то, что распилить жалко, а что с этим делать не знаешь. Так вот, именно из такой кучи я выбрал рейку 20 на 50, которую буду использовать для создания каркаса для нашего декоративного домика. Напиливаю 4 заготовки по 90, 4 по 56 и 4 по 25 сантиметров. Далее все прострогал рубанком, что делать не обязательно, но мне так работать приятно. Далее приступаем к сборке. Просверливаем отверстия, завинчиваем саморезы и как по щелчку пальца у нас получается два одинаковых прямоугольника 90 на 60. Затем соединяем эти детали воедино при помощи заготовок по 25 сантиметров и получаем основание для будущих стен. После приступаем к крыше. Для нее нам необходимо 4 заготовки из той же рейки длиною по 45 сантиметров. Пилим, строгаем. Выставляем расстояние в нижней части 60 сантиметров и отмечаем места пила. Убираем все лишнее, соединяем две детали воедино и получаем два будущих ската нашей кровли. Устанавливаем на свое место, а также изготавливаем вторую по образу и подобию. Каркас готов и необходимо его обшить. А делать это мы будем при помощи трехметровой вагонки. Берем 4 штуки и напиливаем в размер по 90 и 60 сантиметров. Тем самым у нас получается без остатка. Далее при помощи молотка и финишных гвоздей устанавливаем вагонку на свое место. Где необходимо подпилить, делаю это при помощи лобзика и циркулярки. Стены почти готовы и самое время заняться крышей. Взял обрезки доски 40 на 100, напилил по одному метру и обстрагал. Если есть дюймовка, то лучше использовать ее. Но у меня ее нет, поэтому решил распустить сороковку вдоль. Затем делаю импровизированные тиски и снимаю фаску с одной стороны. Заканчиваю обшивку фронтонов и приступаю к покраске. Обрабатываю все антисептиком, дом цвета орех, крышу палисандра. Все подсохло и приступаю к установке. Креплю с одинаковым выступом по 35 мм. От предыдущих построек у меня осталась рейка 5х50, которую я изготавливал из доски 50х100. Она обработана, поэтому буду использовать ее в качестве уголков. Замеряю расстояние, отпиливаю в размер и креплю на финишные гвозди. Домик начинает уже потихоньку преображаться, но как-то без окон и дверей не то. Поэтому приступаем к их изготовлению. При помощи циркулярки распускаю фанеру-шестерку на одинаковые части. От руки рисую проемы, делаю отверстия и лобзиком вырезаю лишнее. После чего все тщательно зашлифовываю при помощи шлифмашинки. Все готово и приступаю к покраске. Покрываю рамой антисептиком цвета палисандр. Основание желательно чем-то бесцветным, но у меня такого не нашлось. Поэтому обработал морилкой цвета лиственница, которую нашел в далеком углу. Затем соединяем детали воедино и устанавливаем на наш домик. Вот такой вот простенький декор для участка у нас с вами получился. Повторить который сможет каждый. Я старался сделать хоть и не точную копию своего дома, но уж точно, чтобы было похоже. Получилось это или нет, напишите свое мнение в комментариях. Ну а если это видео было вам полезным, либо просто понравилось, то лучшая благодарность для меня это будет палец вверх, ну и конечно же ваша подписка. И как обычно, мы с вами не прощаемся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!